Просто единственное, динамики, агоники в союзе, они действуют и дают самый лучший эффект, именно когда совместно действуют. Вот как раз пример главного здесь. То, что мы слышим в дальнейших изописях, в общем, особенно ближе к нашему времени, сегодняшних, то это, конечно, динамика сама по себе, батарея, агоники. И это совершенно бессмысленно и, хочется говорить, беспощадно. И Леопольд Стаковский, еще один персонаж на нашей афише. Вот замечательная версия танца «Пряски смерти», эссенцианса, запись 1936 года. Интересно, кстати, сравнить с позднейшей, сделанной уже за два года до смерти, записи Стаковского. Но это уже тоже предлагаю вам самим проделать. А вот послушать хотя бы немного, а может быть и целиком, версию 1936 года. Афише. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Установимся на секунду. Тоже разные разделы, разные темы, разные движения. Пение и танец. Все мелкие фигуры, мелкими деятельностями стремятся в мелизматическое состояние. Вот этот принцип орнамента. И, конечно, поражает слух сегодняшних струнников и скрипачей расслабленности. Невозможные подъезды в игре солиста-скрипача. Это его тут показывает тогдашний концертмейстер Стаковского в филадельфийском оркестре, тут даже его имя приводится, Александр Хильсберг. Подъезды, вот это апартаменту такой отчет. Подъезды и на квартире этой, и на секунду. Это невероятно выразительно. Это тоже свидетельство жизни интервала и, соответственно, мотивы и фразы. КОНЕЦ КОНЕЦ Эти три элемента и стойки которых принадлежат в сфере науки, то есть ритм, мелодия и гармония, могут привести еще к стойке. Еще раз, к художественному результату, то есть экспрессии, поразительности, лишь при условии, что они находятся в движении. Ибо музыка, как мы только что видели, является по существу искусством последовательного движения. Искусством движения, времени, ритма. Смыслы в этом.